Почему так происходит? Потому что цель это третий шаг только. Какой первый шаг, как вы думаете? Что вначале нужно сделать? Мечтать. Мечтать хорошенько. Кто в том мечтать? Я. Молодец. Ну, неудивительно. Мечта. 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 Изначально должна быть у вас мечта. Вы спросите, а какое это отношение имеет к бизнесу? А как вы думаете, что такое бизнес? Мечта с деньгами. Молодец. Как зовут? Алексей сказал правильно. Бизнес это инструмент достижения вашей мечты. Согласны со мной? Да. А как сейчас бывает? Бизнес для вас еще одна работа, на которую вы ходите. Причем с ненормированным графиком. Зарабатывать надо меньше, чем на работе зарабатывали. Да, есть такое? У кого такое? Вот. Только у тебя? В остальном все окей? Хорошо? Прекрасно. Так вот. Так. Вот очень, очень вас попрошу не шепутать, когда я говорю, потому что меня забивает немножко. Хорошо? Вот мечта. Давайте определимся, как правильно мечтать. В Калининграде мечтают люди? Мечтаю. Давайте, расскажите, у кого какая мечта? С места. Да. Кругосветка. Молодец. На год. Вопрос. Когда ты съездишь в Кругосветку, жизнь заканчивается? Нет. Она только начнется. Каждый день будет что-то новое, новое. Тогда как правильно сформулировать твою цель? Не Кругосветка, а что? Новое, конечно. Новое мечтать. Эмоции будут? Подумай над этим. У кого еще какая мечта? Да. Выступить на TED в США и в Канаде. Смотри, как ты думаешь? Ну, мне тяжело бы тебя коучить, потому что я сам хочу тебя коучинг взять. Ну, позвольте себе, да. Это мечта все-таки или цель, или задача? Как ты думаешь? Ну, это уже конкретная цель. Да, цель. А мечта какая у тебя? Миссия твоя? Ну, я хочу рассказать всем про теорию трех чудес. И мне прямо очень хочется через книгу, которую я уже написала, и вот через TED, ну, во-первых, рассказать на Америку, потом уже на Россию. Вот. Вот. Ирина замечательный человек, я с ней вчера познакомился, обязательно с ней познакомьтесь тоже. Напишите в чате. Твоя миссия? Твоя миссия – это нести свою мысль в массу. Да, то есть, у меня такая же. Вот, если говорить про мою миссию, моя миссия – это коснуться большего количества людей своими идеями. Можно назвать это миссией? Конечно. Вот, это моя мечта, моя миссия, да. У кого еще какая миссия? Цель? Точнее, мечта, мечта. Место. А? Место. А что я должен стать? Нет, нет, нет. Смотрите, смотрите. Я сейчас привел три примера, из которых вы должны четко осознать, что мечта, она не оцифровывается. Это состояние. Сейчас я беру. Мечта – это ваш маяк по жизни, ради которого вы каждый день встаете и идете на работу, занимаетесь бизнесом, изучаете маркетинг, приходите на конференцию. Это то, что вам дает определенное состояние. Да, вот, второе. Ниже – это состояние. Какое может быть состояние? Может быть, замотивированное, да, положительное. Это называется еще органика, да. Вот у меня родители актеры театра кино, я буду некоторые термины из театральной сферы использовать. Органика. Вот было у вас такое, что вы смотрите сериал или фильм, и вы не верите актеру. Какой-то был. Хреновое все. Или хреновый спикер, да. То есть он как бы говорит, но есть такое понятие «неконкурентно». Кто слышал? Ну, вы прокачивали. Не психологи шутят? Что значит «неконкурентно»? Это когда я улыбаюсь вам, вроде говорю, я рад тебя видеть. А вы чувствуете, не рад ты меня видеть. Вот это называется «неконкурентное поведение» или «неорганика». Вот когда вы правильно выбрали свою мечту, получили правильное состояние, у вас органика. У вас конкурентное поведение, вы находитесь в своей тарелке. Есть еще такая книга «Поток». Слышали? Да. Там какое-то непонятное название в авторе. Хреновый разберешь, да? Хаечек, сын Михаил. Охренеть, вы запомнили. Это жесть. Ну, в общем, вам нужно состояние «потока». Вы спросите меня, «Макс, нахер ты нам это объясняешь?» У кого такой вопрос? Сейчас. Молодец, сейчас там попал. Аплодируйте. Как зовут? Благо. Смотри. Объясняю тебе и всем остальным. На хрена я это объясняю. Вот когда ты создаешь, у тебя бизнес есть? Да. Как ты думаешь, твои сотрудники должны разделять миссию, компанию и мечту? Мою? Да. Ну, наверное, да. Ненаверно, да. То есть, смотрите, есть финансовая мотивация, есть нефинансовая мотивация. И нефинансовая мотивация мощнее, чем финансовая. А я за Шабудинова все знают? Да. Я у него работал полтора года. И я это все изнутри видел, когда у него компания долги, несколько десятков миллионов рублей. Он не платит за оплату полгода, и за ним люди идут. Идут. Потому что они деньги важны. Им важно, что хорошая должность, внимание, обучение, находиться рядом с интересным человеком. Вот что людям важно. У меня зарплата однажды была 700 тысяч рублей в месяц. И я ушел из этой компании, потому что мне не деньги были важны. Энергия, которая меня наполняет, это признание. Именно поэтому я вот здесь с вами вместе. Да? Признание. Мне признание важно. И у каждого из вас есть энергия, которая ваше топливо. И именно вы являетесь точкой отчета для своего бизнеса, для своего маркетинга, продукта. Да? Понятно тебе нахрена я это объясню? Да? Полезно? Да. Мы немножко издалека начали, но это важно поговорить. И только после правильного состояния, которое вы получаете от правильной мечты, которая вас зажигает и дает вам топливо, мы переходим в цель. Вот она, без цели начинается. После цели у нас идут задачи. Задачи. Инструменты. Вот как у Ирины, задача какая? Выступить на ТЭТ. Да? Это задача. Которая служит чему? Мечте. А когда ваша цель не служит в мечте, вы ей нихера не делаете. А зачем? Приведу простой пример. Это из моей практики. Вот ко мне обращается за консультацией человек. У него очень упали доходы. Он зарабатывал раньше 500 тысяч, а начал зарабатывать 150. Он спрашивает Макс, а в чем причина? Мы начали копать с ним, да? И выяснилось. Я спрашивал, а зачем ты зарабатываешь деньги? Он говорит, я хочу купить дом, где я буду жить со своей девушкой. Хорошая мечта. Цель? Неплохая, да. Ну, неплохая. Но, но, как вы думаете, а почему он ее не достигает? Нет, девушка есть. Девушка есть. На девушку много тратят. На девушку много тратят. Мечта вычтает. Он не хочет. Так, но очень. Мечта. 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 Это цель. Это цель не для нее, а нам у нее нет. Все очень просто. Он поругался с девушкой. Он находится в конфликте с девушкой. И что происходит? Смотрите. Смотрите. Вот он поставил себе цель. Вот она цель. Да? Что он достиг на цели Нужно что-то делать И быть в правильном состоянии ресурсного Национального согласия То есть есть физическое, материальное Есть нематериальное состояние И его мозг и сознание блокирует Блокирует достижение Его мечты и цели Потому что А нахера ему покупать дом В котором он приедет со своей девушкой С которым у него конфликт Можно, конечно Но он же сейчас эта девушка То есть ему что нужно Ему нужно понять, как зарабатывать на дом Либо ему нужно изначально помириться с девушкой Как бы нибудь Да Вы знаете, я сейчас вам Объясняю очень важную вещь Поверьте мне Я к этой вещи сам дошел не сразу У вас у всех есть какие-то проблемы в бизнесе В маркетинге, в продукте, в сотрудниках Проблема у вас Зафиксируйте, пожалуйста Проблема всегда у вас Зафиксируйте Зафиксируйте Проблема всегда у вас Вы Точка отчета вашего бизнеса Вы Не Лова Путин Не местная прокуратура Не клиенты дебилы Это вы дебилы Зафиксируйте Зафиксируйте Хорошо Это понятно? Хорошо Да А вот вы сказали, что хорошая мечта или плохая Разве есть такое понятие плохая мечта? Смотри Плохая для тебя То есть ты можешь мне сказать Вот мы сейчас выйдем на берегу Как тебя зовут? Женя Женя Я у тебя спрашиваю Женя, а что мечтаешь? И ты такой Хуй знает Ну, Панамеру купить Я тебя дольше сажу Не, я как пример Да? И когда ты мне об этом сказал У меня мурашки по телу не пошли И у тебя тоже А когда... Я у тебя спрашиваю Женя, что хочешь пожить? Ты такой Вот это правильное состояние Вот это хорошая мечта Для тебя Понимаешь? Она тебя зажигает Она дает правильное состояние Которое ты транслируешь На клиентов своих На сотрудников На продукт свой Понял? Ответил? Немножко, смотри Ситуация такая Даже кто мечтает, допустим О Панамере Ну, для него это Ну, предел мечтания Да? Его мечтают Может, для него хорошие Если это его стимулирует Что по сути Как бы, ну... Смотри Это называется Я это называю Знаете, я... Я в психологии Все сейчас со мной? Интересно? Да Я, во всяком случае, приобрел Я иногда Придумываю термины Вот то, что ты говоришь Это называется Психологический костыль Вот тут Чтоб на него Так вот опереться Ты такой Я живу ради Панамеры Как только Панамера пришла Все Костыль уходит Ты падаешь Ну, он дальше Новая вышла модель Он себе стимулирует Ладно По простому Называется Трочка Называется Можно любить девушку И жениться на ней Да? Вот как я 10 июля у меня свадьба Да? Спасибо Спасибо Видимо, сегодня Отмета у женщин будет меньше Да? А? Приходите, конечно Я там на гитарях сыграю Музыка А ты сзади? В Москве В Москве В Москве Кускова называется Нет, забыл ЗАГС Не ЗАГС, а это ЗАГС Да, она просто этим занимается Я уже смирился Все Все Как Не, пять лет Все Хорошо Так вот Это называется Психологические косты И Вот Знаете, вот Есть такой термин Бэм головного мозга Бизнес молодости Слышали? Что такое Боим головного мозга? Это когда вы всю жизнь свою Фокусируете на Блин, надо купить машину Надо купить дом Надо купить айфон Да? А потом люди Выгорают Выгорают люди Да Потому что нахер это не надо было Вот ты купил айфон Погладил себя психологически Молодец Ну так это не решать цели Так я тебе говорю Да Так я тебе об этом и говорю Понимаешь? Ты смотри Когда у тебя есть мечта Вот Помнишь мою мечту, да? Да Касаться большего количества людей Своими идеями У меня охрененное состояние от этого В 2020 году я был очень плохой человек Ну мудок Злой Негативный Ко мне женщины не подходили после формы Они меня боялись И Потому что У меня была неправильная мечта Неправильное состояние Которое давало мечта Да? А как только я получил органику свою То есть кто я есть на самом деле Я без правильного состояния Внимание Очень важная мысль Все посмотрели сейчас на меня Нужно ставить цели Из правильного состояния Вот вы когда не выспались Вы можете нормальную цель поставить? Какая у вас будет цель? Выспаться мне, да? Выспаться, да? Это как по пирамиде маслова Если у вас базы и потребности не закрыты Вы не можете думать о духовном Вы не можете подойти к бомжу А полетели на Бали И ты там посетишься, да? Не будет такого Потому что у человека уже нечего То же самое здесь Нужно ставить цели Из правильного состояния Из ресурсного Это не я говорю Я три года ездил на тренинги Игровые Тони Робинс И других спикеров Там тренинги Десять тысяч долларов стоят Информация супер инклюзивная для вас Из правильного состояния Ставишь цель И если из правильного состояния Ты хочешь Панамеру Да, это твоя цель А мне нахрен не нужна машина Вот честно скажу Я на такси спокойно перемещаюсь Потому что из моего состояния Мне не нужна твоя машина Машина, это знаешь Это как продолжение твоего члена Если говорить Ну как бы По-мужски Вот Мужчина у которого Этот Большой Кадиллак У них пиписинчик маленький Слышали такое, да? Да Не у всех Не у всех Не у всех Не у всех Смотри По этому вопросу Ты знаешь Я так же ставлю В свою жизнь Ставлю так как маленькая победа Ставлю цель Да Перед собой Ну И они как бы достигают Смотри Вот ты Прикольный вещь сказал Я достигаю цели Получаю эмоции Слышали? А если у тебя правильное состояние Ты все время в этой эмоции находишься Понимаешь? Именно поэтому Подожди 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 Именно поэтому Я называю это Дорочка Потому что Либо ты девушку любишь Всю жизнь У тебя состояние любви Да? Ресурсы Либо ты пошел Передернул Извините за мой французский Когда ты пошел Передернул Да Ты достиг цели И получил в моменте Хорошую эмоцию А потом тебе еще одна цель нужна И еще одна И еще одна В итоге ты Покупаешь подписку на порнохаб И все Девушка тебе не надо больше Понимаешь? И все И ты Конченный человек через 3 года Понимаешь? Вот что важно Ответил? Ну Я думаю Что нельзя Ладно Все Слишком много Но тебе не водишь Идем дальше